Так, а вот и первый заказ. Начинаем смену. На улице темно еще, зима. Ребята, всем привет и добро пожаловать ко мне на канал. Сегодня мы работаем весь день без Яндекс.Такси, работаем только по вилле. Изредка будем подключать Гет, если будет совсем скучно и не будет заказов. Посмотрим, сколько в этом году можно заработать за один будний день, что поменялось после Нового года, какие теперь заработки. Также поговорим немного о книгах, расскажу свое мнение по поводу бизнес с нуля, что это такое и вообще мое отношение к этой фразе «бизнес с нуля». И, конечно же, по многочисленным комментариям и просьбам подписчиков расскажу про Рапид, что с ним, где он, как он. Всем это было очень интересно. И выставим цели, наверное, на этот год, в начале года, какой у нас будет новый марафон, что мы хотим достигнуть теперь. В общем, если интересно, продолжаем смотреть. Для тех, кто видит меня впервые, расскажу немного предысторию. В прошлом году, в 2018-м, я делал марафон «Заработай на мечту». За 10 недель мне нужно было заработать 200 тысяч рублей, чтобы купить свой собственный автомобиль. Эти 200 тысяч пошли на первоначальный взнос. Я купил себе «Шкоду Рапид» и хотел ее поставить в такси, приобрести лицензию, поклеить ее по ГОСТу и работать как бы на своей уже машине, а не на арендованной. И вот, пока я ждал лицензию, пока клеил ее, пока делал все организационные моменты с Рапидом, многие подписчики спрашивали, когда я уже начну работать на Рапиде, когда уже будут выпуски про эконом-класс, как в экономе работа, какие пассажиры, в общем, все нюансы работы в эконом-классе. Но пока решался вопрос с Рапидом, а мой напарник понял, что он не хочет менять текущий ритм жизни, он не хочет менять себе напарника и предложил мне сдавать Рапид в аренду, то есть не работать. Продолжать работать с ним на Мерседесе, а свой Рапид сдавать в аренду, свою единственную машину, и то кредитную, сдавать в аренду под такси. Это, конечно, огромный риск, я бы никогда на это не решился, но мой напарник сделал ряд движений, он просил всех своих знакомых, водителей, кто также арендует машины, и он нашел хорошего водителя, которому все равно, у кого арендовать, если условия, в принципе, одинаковые по аренде. Я долго думал все-таки сдавать или не сдавать мне Рапид в аренду, потому что риски реально очень большие, и заработок как таковой с этой арендой я особо не почувствую, потому что нужно за кредит будет отдать, нужно за ТО отдавать, вдруг какое-то ДТП, и нужно будет тоже этот организационный момент весь решать, соответственно, оторваться от своей работы, тратить много времени на это все. Но так или иначе, я пошел на эту авантюру, и Рапид сейчас сдается в аренду, на ней ездит водитель, а я продолжаю работать в бизнес-классе. Закончили первый заказик, оценочка 5 у меня поднялась уже, что там у нас, почти полторы тысячи, но это грязными, еще нужно вычесть комиссию приложения 20%, и остальное все мое. Так, постоим на сите немного, буквально 5 минуточек, и если ничего не будет, поедем дальше искать заказ. А вот и второй заказик, очень оживленно началось это утро, совсем коротенький заказ был, 532 рубля всего лишь, так, Total 2000, а маловато, едем еще ловить заказы. Вот она, кстати, чистая мотивация, когда ты сделал, получил за это деньги, сделал, получил деньги. Сразу же, но он с топом третий заказ. Приехал по адресу, коллега стоит уже здесь, вот, все запарковано, встать некуда. Ну что, буду, как обычно, кататься туда-сюда, пропускать людей. Так как я начал сдавать рапид в аренду, можно сказать, я стал начинающим маленьким предпринимателем, маленьким бизнесменом, и поэтому имею моральное право поговорить с вами о бизнесе. А именно вот о чем. Мне всегда интересна была фраза «бизнес с нуля». Я, как и вы, смотрел тренинги от всяких бизнес-тренеров на Ютубе, которые рассказывают, как можно заработать в короткие сроки и вывести вообще компанию там за 2-3 месяца до миллионных оборотов в месяц. Но я считаю, что все это сказки, и вот расскажу почему. Во-первых, чтобы ввести какой-то бизнес в России, у вас должно быть или ИП, или ООО. Соответственно, вы в них должны досконально разбираться, понимать все виды налогообложения, и в зависимости от того, чем вы занимаетесь, понимать, какой вид налогообложения подходит вам. Также вы должны знать все банковские хитрости, что такое расчетный счет, как его ввести, какие тарифы вам будут более выгодны при введении финансово-хозяйственной деятельности. Соответственно, с банками вы тоже должны дружить и быть с ними на «ты». Вы можете сказать, зачем мне это нужно, когда я могу просто нанять юриста, бухгалтера, налоговика и прочих специалистов, которые решат эти вопросы. Ответ такой. У нас рассматривается бизнес с нуля, соответственно, мы не делаем никаких лишних затрат и пытаемся свой делать бизнес без копейки вложения, то есть все сам, все своей головой и своими руками. Поэтому, как только вы начнете разбираться досконально в этих вопросах, а это всего лишь, наверное, вершина айсберга, вам еще нужно будет знать досконально всю суть именно вашей специфики, специфики вашего бизнеса, то, чем вы занимаетесь, все нюансы, все подводные камни, детские болезни, назовите как угодно. Вы должны досконально понимать всю сферу, ту, что вы выбрали в качестве вашего бизнеса. Ну и, соответственно, вы можете либо продавать товар, либо оказывать услугу. Но чтобы продавать товар, его нужно купить, соответственно, это уже не бизнес с нуля, а нужно вложить какие-то деньги. А чтобы оказать услугу, вам тоже нужно купить какие-то инструменты для оказания этой услуги. И это, опять же, вложение, и опять же, получается не с нуля. И я считаю, что бизнес с нуля придумали именно эти тренинги, которые продают, по сути, воздух. Но даже они, даже они не могут сказать, что их бизнес с нуля, потому что, так или иначе, им нужно вложиться в рекламу, чтобы привлечь большую аудиторию и продать им свой вот этот инфопродукт, свои сказки, свои красивые истории. Поэтому я считаю, как ни крути, бизнес с нуля вообще понятие утопичное само по себе изначально. Это слово зачитание изначально неправильно, оно ошибочно, и из-за этого вытекают все остальные иллюзии, фантазии. В общем, все то, что хочет слышать человек, но не понимает, что до этого приложить нужно очень много усилий, чтобы его бизнес появился, развился и начал давать хорошие плоды. Все равно на раскрутку хоть немного денег, но придется вложить в любой бизнес, независимо от того, чтобы вы стали делать. Я считаю, что человек, который не пробовал что-то делать, он не может научить этому другого. Вот я, например, ни разу не открывал магазин, аптеку, ни разу не... У меня не было точки на рынке, парикмахерской, салона красоты. Соответственно, вот эти вещи, да, я их не знаю, я их не делал, я не могу этому научить. И поэтому, если вы придете на бизнес-тренинг какой-нибудь, где вам будут рассказывать, как можно начать зарабатывать миллионы, в первую очередь спросите у бизнес-тренера, какой у него бизнес, и задайте ему один очень простой вопрос. Как думаете, какой? Правильно. Нужно спросить у тренера, скажите, пожалуйста, номер ИНН вашей компании. Так как нельзя вести бизнес, не имея ИП или ООО, потому что это преследуемо по закону, и даже какие-то есть уголовные статьи на этот счет, соответственно, компания какая-то у него должна быть. И есть куча всяких сервисов в интернете, типа Спарка, куда вы можете забить ИНН его компании, и там выйдет абсолютно вся информация. Вот все-все-все. Виды деятельности, какие обороты, есть ли соглашения, договора с какими-то муниципальными, государственными компаниями, или какие-то контрагенты его всевозможные. В общем, там вся информация есть. Можно посмотреть, реально ли существует этот бизнес, и насколько он масштабен, такой ли он, как вам он сам, бизнес-тренер, рассказывает в данный момент. Поэтому, чтобы не терять 2 часа своего времени и слушать красивые сказки, в самом начале тренинга спросите ИНН компании у вашего спикера, так сказать, и сразу поймете, стоит ли вам оставаться там или нет. А еще у меня к вам есть такой немного риторический вопрос. То есть даже не у меня к вам, а вот вы можете подойти к зеркалу и задать этот вопрос сами себе. Звучит он так. Я знаю, где лежит чемодан с деньгами. Стану ли я всем рассказывать, всем трендять о том, где он лежит, и даже платить деньги за рекламу, чтобы как можно больше людей узнали, где же этот чемодан с деньгами завалялся? Я бы не стал. А вы можете написать в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Три заказика сделано. Чего там у нас тотал? Почти три. Тоже коротенький был, я опять на сити. Сегодня тепло, плюс два, и такой туман. Что в верхушке не видать наших небоскребов. Такие парковки теперь время бесплатного пребывания сократилось. С пятнадцати минут до пяти. А на Москва-Сити также 15 минут можно стоять бесплатно. Что очень радует. А вот и заказик. А мы уже здесь. А вот это вот жесткая подстава. А я-то уж обрадовался, что четвертый заказ. Ладно. Ждем дальше. Кстати, несмотря на то, что клиент отменил поездку, с него все равно списали 339 рублей. Потому что я подъехал, сразу нажал, что я на месте. И счетчик начал считать время ожидания, плюс минималка 250. Приятно. Видите, не просто так простоял. За это мне это приложение, конечно, очень нравится. За грамотный подход. Так, что-то совсем становится грустно. Так хорошо шли заказы, и все пропало. Давайте подключим гет. Может быть, он что нам подкинет какую-нибудь работу. Ребят, бывало такое. Ну, много ездим, много работаем. Редко разговариваем с пассажирами. Мы с вами слушаем музыку. И в процессе езды, в процессе того, как мы катаемся, постоянно находимся наедине со своими мыслями. И вот мысли бегают, бегают в голове. И вот какие-то идеи. Кто-то там, например, бизнес хочет открыть. И вот что-то не хватает. Он, ну, как-то какой-то детали не хватает. Не может додумать. Кто-то там стартап запустить. Кто-то какие-то свои вопросы не может разрешить. Может быть, даже какие-то бытовые простые вопросы. Ну, никак не разрешаются. И вот нету вот этого прям оп. И ты такой, блин, точно. Вот этого же не хватало. Вот можно же вот так сделать. Не хватает какой-то свежей мысли, свежей идеи. Это все потому, что мы много работаем, ездим. И в наши мысли, в нашу голову не проникают новые истории, новые какие-то свежие идеи. И мы как бы зацикливаемся. И постоянно перемалываем одно и то же. Я посмотрел у кого-то один лайфхак. Как сделать так, чтобы постоянно новая информация приходила в голову. И мозг это та же мышца. Ее тоже нужно тренировать. Иначе она расслабляется, атрофируется и вообще не работает. Что для этого нужно делать? Читать книги. Но не просто читать, а именно по той схеме, по той рекомендации, как я подглядел в интернете. В общем, читаем книгу. Берем любую, выбираем, какую хотели, может быть, давно прочитать. Или просто попалась вам под руки. Сама идея в том, чтобы каждый день, каждый день по 30 минут читать книгу. Все могут найти это время. Какой бы человек занятый ни был, 30 минут в день можно найти. Садимся, открываем книгу, ставим будильник на полчаса вперед и читаем. И как только прозвенит будильник, запоминаем где, закладочку закрываем, свободно. Вся идея, вся суть этого приема именно в регулярности. То есть постоянно нужно читать изо дня в день. Попробуйте хотя бы на примере одной книги. Возьмите одну, дочитайте до конца. Если как бы не нравится, не хотите этим заниматься, можете на этом прекратить. Если помогает, если как бы интересно, пожалуйста, берем новую книгу. И так можно до бесконечности. Что это дает? Это дает приток новых мыслей, которые даже не связаны с какой-то вашей задачей конкретной, но могут вполне легко ее помочь вам ее решить. Я думаю, вы знаете много примеров. Тот же Ньютон, который увидел, как падает яблоко, хотя он не думал об этом яблоке. Но этот момент какой-то сторонней информации помог ему разрешить именно его вопрос. Архимед, который залез в ванну, и вода выплеснулась за счет того, что он вытеснил эту воду, да, он открыл закон свой, да, понял, что такое водоизмещение и понял, что такой объем, как он взаимодействует с массой и с плотностью. И также есть такая история про одного изобретателя, строителя мостов. Не помню в деталях, но расскажу, как я помню ее. Главная суть этой истории в чем? Он хотел построить мост через реку, и там было течение посередине сильное. И старым способом, когда вот сваи просто ставят и потом прокладывают полотно, не получалось сделать. То есть эти сваи невозможно было в середине русла поставить их, закопать под землю. В общем, он долго думал, никак не мог разрешить этот вопрос, и уже зашел в тупик. И как-то шел по лесу, гулял, и то ли он наткнулся на паутину между деревьями, то ли он увидел эту паутину, как паук плетет. И произошло вот это. Оп, точно, можно же вот так сделать. И он изобрел новый вид строительства мостов. Это подвесные мосты, которые сейчас используются вовсю и являются самой современной техникой. И такой мост можно построить вообще через... на любое расстояние, через любое препятствие. Поэтому многие тренера какого-то личностного развития, да, они говорят о том, что если ты уперся, если никак не разрешается какая-то ситуация, какой-то вопрос, нужно отпустить эту ситуацию и где-то в сторонних источниках информации, да, которые ты даже не ожидаешь, что что-то где-то услышишь. И вот это может сработать таким эффектом, что да, точно, вот так же можно было сделать. Поэтому берем любую книжку, включаем будильник на 30 минут и каждый день по 30 минут читаем. Затянет так, что даже после будильника вы наверняка будете продолжать какое-то время еще дочитывать абзацы или главу. Каждый из вас слышал такое выражение, как Фауст Гёта. Все понимают, что это книга, но мало кто знает, о чем это и про что это вообще. Ну, я, честно говоря, тоже не знаю, в школе как-то этот момент упустил, в общем, я эту книгу не читал. И для кого-то Фауст Гёта – это герой книги, для кого-то Фауст Гёта – это автор книги, для кого-то Фауст – это автор, а Гёта – герой, а для кого-то, наоборот, Гёта – герой, а Гёта – писатель, а Фауст, собственно, герой книги. В общем, я начинаю свой ликбез, я начинаю вот этот тренинг по чтению, да, по полчаса в день с этой книги. Как прочту? Расскажу вам, про что она, расскажу о своих впечатлениях. Вы можете в комментариях написать, какую книгу вы начали читать. Также для прокачки мозга, чтобы мысли всегда работали, извилины были в напряжении, в боевой активности, я еще играю в шахматы. Так что можете взять на заметку, шахматы реально прокачивают логическое мышление, и вы рассматриваете даже вот в своей жизни, перед тем, как принять любое решение, вы рассматриваете все как бы входные пути, всевозможные варианты, как и на что это повлияет. Это очень помогает, на самом деле, не то, что прям не делать ошибок в жизни, такого невозможно, все делаем ошибки, но минимизировать хотя бы, хотя бы минимизировать и сделать так, чтобы ошибок в жизни было меньше, продуктивность выше, соответственно, ваш рост будет больше. Ну, наконец-то, пятый заказ. Так, опять я приехал на Сити. Что там у нас, total по пяти заказам, 4000, ровно, можно сказать. Что, попробуем опять здесь подождать что-нибудь? Отсюда, на самом деле, сложно забрать, но приехать сюда частенько. Приезжаю я сегодня прям как трансфер, только отъеду от Сити, кого-то везу сюда. Вот как выглядит реновация в деле, сносят старое здание. Первый раз вижу, если честно, как это все работает. Время уже обед, половина первого, коллеги все проснулись, смотрите, сколько водителей. Хорошо, что в Вилле показывают, где стоят коллеги, вот на каждом повороте, на каждом углу. И, соответственно, заказов практически нет. Стою уже час-полтора уже без заказов, и Гет ничего не дает, и в Вилле. Сами видите, какая ситуация. Не знаю, что делать. Поеду еще сделаю кружок по тем местам, где обычно стреляют заказы. Шестой заказ у нас был по Гету. Доходы на 544 чистыми. Но хоть как-то лучше, чем ничего. Ждем седьмой заказ. Схватил заказ седьмой по счету. Комментарий не успел прочитать. Оказывается, нужен вот эта машина. Нужна сейчас. Менеджер Вилле уточняет, могу ли я подъехать, или он будет ждать именно эту машину. Сейчас узнаем. Ну, как видите, ему нужна именно та машина. Клиент отменил поездку. Ну, ничего страшного. Подождем. Что-нибудь еще, может быть, упадет. Вот, отлично. Упал заказик по Вилле. Давайте Гет быстренько отключим. Закончили седьмой заказ. Давайте посмотрим, сколько получилось. 1400. Время без 24. Работаем до пяти, чтобы в пять уехать на пересменку. И вовремя сдать машину. Соответственно, у нас где-то еще час двадцать работы. Вот. Ну, один заказ еще точно успеваем. Там по ситуации смотрим. Время уже начало пятого. Можно уже по Гет включать заказы по направлению домой. В Вилле, к сожалению, такой функции нет. Ну, посмотрим, что из этого выйдет. А ничего из этого так и не вышло. Покатался еще час в центре. Заказы не получил. Ну, сами посудите с таким количеством коллег вокруг. Сложно вообще поймать заказ, потому что пассажиров бизнес-класса не так-то уж и много. В отличие от того количества водителей. Ну, в общем, давайте посчитаем, сколько в итоге заработали сегодня за день. Значит, по Гету у нас получается 544 рубля чистыми. По Вилле 5478 грязными. Ну, и в сумме получается около 5000 примерно чистых денег. Ну, то есть чистых за вычетом комиссию приложения. Я, конечно, надеюсь, что это просто такой день был. Немного не повезло с заказами. Такое проседание было двухчасовое в обед. Да, два часа не было ни одного заказа. И вечером, понятное дело, тоже практически с перерывами в 40 минут удавалось находить заказ. Я думаю, что это просто понедельник, день тяжелый. В принципе, это не тенденция, да. Текущая работа в этом году, я надеюсь, что завтра, послезавтра будет лучше. Но, в любом случае, посмотрим, как будет получаться. Если заработки реально настолько падают, то прогноз, конечно, неутешительный. Возможно, придется подключать снова Яндекс. Чего бы я очень не хотел. В общем, как вы думаете, какая будет цель на этот год? Самое логичное предположить это, конечно же, закрыть досрочно автокредит за Рапид. Чтобы он был не кредитный, чтобы было так, как я изначально себе это представлял. То есть, своя машина. Да, кредит полегче, чем аренда, но все равно он как-то тянет, все равно он заставляет работать. И нет ощущения полной свободы, да. А я представлял себе, что это будет так. Машина моя, хочу, работаю, хочу. Нет, абсолютная свобода. Немножечко здесь, получается, не так уж и я свободен. Поэтому первая очередная цель – закрываем автокредит досрочно. Учитывая то, что Рапид в аренде, все деньги, которые будут приходить с аренды, они будут копиться и потом использоваться для погашения. Соответственно, я работаю в том же ритме. Буду продолжать и тоже откладывать так же, как и откладывал на первоначальный взнос. И потом я рассчитываю где-то к первых числах июня. В принципе, реально будет накопить. Там около 300 тысяч рублей. Хорошенечко поработать нужно будет до лета. И вот тут уже, получается, у меня будет два варианта. Как я поступлю? Либо я продаю этот Рапид. И на деньги, которые я получу с продажи, можно будет использовать их в качестве первоначального взноса для покупки своего Мерседеса. Либо я оставляю этот Рапид и начинаю копить на первоначальный взнос на второй Рапид. То есть расширять свой парк, расширять бизнес. Хотел бы узнать ваше мнение. Ребята, напишите в комментариях, как бы вы поступили на моем месте, чтобы вы сделали второй Рапид. Или удаляем все Рапиды и покупаем себе свой Мерседес. Пишите в комментариях. Хочу почитать ваше мнение по этому поводу. Ну что, цели выставлены. Я надеюсь, вы тоже на этот год себе поставили как минимум одну, а то и две цели параллельные, которыми вы будете идти и добьетесь их. И добиваетесь. Я вам желаю только удачи. Также читайте книги. А вот это та книжка, о которой я говорил. То, что я буду читать. Устрою себе ликбез. Ликвидацию своей безгранатности. Понятия не имею, о чем вообще эта книга. Ну и в общем, если вам понравилось это видео, все манипуляции, которые нужно сделать в Ютубе, вы уже знаете. Это лайк, подписка, колокольчик. И до встречи в следующем видео. Ребята, всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok